Музыку, написанную английским композитором Томасом Морли в 16 веке, это как бы современник Джона Дауэнда и в живом примерно во времена королевы Елизаветы и довольно много тоже интересной музыки оставил, я вам сыграю произведение под названием «Рок Гальято», записачи Гальято. «Рок Гальято» Рок Гальято 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 Это с корневюс тела, а вот это я беру инструмент корневюс альт. Еще есть бас. Кстати, бас, я его уже сегодня не принес, он по форме немножко саксофон напоминает. У него такой вот раствор сюда завернут. Вот, и вот, кстати, так и называли саксофон 10 века. Он даже имел такое условное название. Сейчас я вам сыграю произведение Тильмана Сусатта. Это фламандский композитор 16 века под названием Нахт Панас. На корневюси и на одной из моих рейс. Прозвучит эту праздность. Тильмана Сусатта Это такое произведение из 16 века Тильмана Сусатта. Мы переходим в другую историческую, можно сказать, плоскость. Музыка барокко. Это уже более поздний пласт музыкальной культуры. Он, как бы, тоже оставил довольно большой след в развитии музыкального искусства мирового. Ну, мы знаем многих композиторов в эпохе барокко. Это Антонио Вивальди, Арканжело Карелли, Георг Филипп Тильман, Георг Филипп Тильман, Георг Фридрик Гендель. Георг Фридрик Гендель. Видите, вот, перезапутался в трех соснах. Вот. И, естественно, вершиной этого всего был творчество Иоганна Себастьяна Баха. Но я сейчас вам сыграю произведение пока в разбавку Антонио Вивальди, а потом сыграю Баха. Вот. Это произведение, которое я вам сейчас представлю, написано для сольного инструмента. Делал то, что у Вивальди многие произведения, даже почти все, он не писал, не указывал в них конкретно сольный инструмент. Он просто писал для сольного инструмента и аккомпанемента. И музыкант был волен выбирать любой инструмент. Струнный, духовой, ударный, ну, то, что ему нравится, щипковый. Вот. Поэтому Вивальди сейчас играется практически на всех инструментах, и он прекрасно звучит. Кстати, кто не знает, он ведь был много лет, работал монахом в женском монастыре. И писал свою музыку для женского оркестра. Поэтому она такая светлая, легкая, прекрасно звучащая. Потому что писалась для женщин, для девушек молодых. Они скрипачечки были, флитисточки, и прекрасно все это играли. Вот. И он, так сказать, был, находясь в этом малиннике, для них все это создавал. Вот. И сейчас я вам сыграю концерт для сольного инструмента. Но, в частности, я вам сыграю на сопрановый блокфлите и струнного оркестра. Пожалуйста, майор. Спасибо. 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 Ну, вот такая светлая, прекрасная музыка Антонева Ивановна. Спасибо. Спасибо. Спасибо.